Снежный городок на площади возле Дворца культуры и спорта Бийского Олюмного завода всегда открывается на неделю раньше, чем на Петровском бульваре. Сейчас, когда в центре только завозят снег для снежных фигур, на тресте дети, да и не только дети, уже вовсю катаются с горок. Еху! Ну тут классно и здесь очень красиво. И мне тут нравится. Прикольно, очень хорошо, весело. И не так мало народу. Это хорошо, потому что никто не толкается, ничего можно проходить хорошо. Нравится на этой катаче горки. Дорогие гости и жители нашего города, всех-всех-всех поздравляем с наступающим 2018 годом и приглашаем вас на новогодние утренники в Дворец культуры и спорта Бийского Олюмного завода. Мы ждем вас с 23 декабря по 5 января. На нашем новогоднем представлении и хороводе у нашей дорогой и красивой елочки. Открытие елки здесь всегда проходит с размахом. Готовиться к празднику творческий коллектив Дворца культуры и спорта Бийского Олюмного завода начал задолго. В начале осенью был написан сценарий, дальше пошли многочисленные репетиции. И вот сегодня актеры играют на публику. Отметим, что актеры – это работники завода. Ты меня не оскорбляй, рассержусь же не взначай. У нас специально есть театр, это карусель от Олюмного завода, цеховые люди. И вот Людмила Ивановна как раз руководит этими людьми. И она нам дает их, мы их пускаем в дело. По задумке сценаристов, символ этого года петух не желает покидать свое насиженное место. После долгих уговоров удалось найти общий язык. Но и здесь в дело вмешивается Баба-Яга, которая, как всегда, хочет испортить всем праздник. Но как в любой сказке, добро побеждает зло. И собака, символ 2018 года, взбирается на трон. Ликуют дети и Дед Мороз со Снегурочкой, поздравляют всех с наступающим Новым Годом и желают исполнения желаний. Раз, два, три, наша елочка горит! Большой праздник на площади возле Дворца культуры и спорта Бийского Олюмного завода завершился хороводом вокруг елки. Евгений Плохотин, Андрей Сегаев, Будни.